Самые острые вопросы сферы ЖКХ обсудили на форуме Управдом среди участников председателей многоквартирных домов и улиц частного сектора. Люди, которые с особым трепетом относятся к проблемам своего дома. Эта площадка позволяет находить ответы на вопросы, позволяет решать вопросы, которые скапливаются у жителей. В ней принимают участие все ресурсоснабжающие организации. Этот форум не впервые проводится. То есть он себя зарекомендовал как раз таки такой площадкой, которая помогает и способствует взаимодействию. И здесь есть все ресурсоснабжающие организации и все те предприятия, которые могут задать вопрос жителям. Поэтому, конечно же, лучше прийти в одно место, увидеть тех людей, которые являются руководителями в тех компаниях, с которыми они взаимодействуют. На форум приехали сотни председателей советов домов и улиц со всех уголков Химок. И у каждого гостя свои ожидания от управдома. Одни хотели решить коммунальную проблему в доме или на придомовой территории. Другие наладить тесное взаимодействие с профильными ресурсоснабжающими компаниями. Ожидание такое, пообщаться с экспертами, это самый короткий путь для решения всех наших проблем. Хотелось бы разобраться, как можно быстрее наш дом поставить в программу, краткосрочную программу капитального ремонта. Мусор, естественно, вода и так далее, и так далее. И все вопросы я вот здесь почти все уже решил. Объединенный городской форум председателей советов домов и улиц открыли депутат Государственной Думы Ирина Роднина и глава Химок Дмитрий Волошин. Он поблагодарил химчан, которые ответственно следят за благоустройством своих домов и регулярно встречаются с депутатами. Рассказывают о просьбах и пожеланиях по улучшению условий проживания в своих многоквартирных домах. Только в этом году мы провели более 900 таких встреч. И выбрали свыше 9 тысяч предложений в инвестпрограммы, которые переданы в работу ответственным исполнителям. И уверяю вас, каждое это обращение находится на нашем персональном контроле и будет отработано вовремя. И с большим вниманием. Спасибо вам за ваше участие в жизни нашего округа, за совместную работу и доверие. Вместе мы сделаем химки красивым, комфортным и удобным городом для жизни. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила неоценимую работу старших по домам, которые взяли на себя ответственность за коммунальные хлопоты. Самое большое количество обращений, пожеланий, жалоб, возмущений именно по поводу нашей системы ЖКХ. И это лишний раз нам говорит о том, что мы этим должны очень серьезно заниматься. Потому что тогда человек себя будет комфортно чувствовать и дома, и на работе, и в стране, когда у него решены очень многие эти вопросы. Свои доклады для химчан подготовили представители ТСК «Мосэнерго», «Водоканала», «Мособлгаза», городских служб по благоустройству территорий. Так в 2023 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Химках начали модернизацию системы теплоснабжения. Заместитель генерального директора, главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов выступил с докладом о втором этапе реконструкции теплосети, который начнется весной 2024 года. В общей сложности к следующему отопительному сезону в рамках инвестиционной программы планируют обновить почти 7 километров трубопровода, оптимизировать работу 19 центральных тепловых пунктов. Мы начнем работы уже в феврале-марте, для того, чтобы к августу полностью завершить перекладку и при наличии дополнительного финансирования вывести подрядчиков на замену дополнительных участков. Также в рамках форума обсудили вопросы благоустройства. В 2023 году в Химках обновили 70 детских и спортивных площадок и комплексно благоустроили 27 дворов. План на следующий год – обустроить 8 народных троп, отремонтировать 7 дорог в Старых Химках, Подрескове, Сходне, Луневском и Кутузовском, модернизировать 15 детских площадок. Планируется комплексное благоустройство 25 дворовых территорий. Адреса можно посмотреть. В ходе выступления каждого из докладчиков председатели Совета домов, кварталов и улиц смогли задать интересующие вопросы, рассказать о проблеме, которую тут же фиксировали и обещали разобраться в ситуации в ближайшее время. Газовое хозяйство получило исчерпывающий ответ. У меня есть телефон, куда я от имени нашей деревни и квартала пойду, получу все документы и тем жителям, которые не совсем дружат с интернетом, не имеют доступа в личный кабинет, все принесу лично и объясню, как действовать, чтобы не было с нами никаких проблем. Интересную информацию по улучшению качества воды я услышала, пообщалась с представителями управляющей компании. И, в принципе, свои вопросы, которые я хотела задать, я все задала и получила на них ответы. Объединенный городской форум управдом в Химках стал уже традиционным. С учетом мнения жителей формируются инвестиционные программы каждого многоквартирного дома или улицы частного сектора. Приемка выполненных работ осуществляется при непосредственном участии председателя Совета дома или улицы под контролем депутата. Мы сегодня понимаем, что это достаточно важное мероприятие для нашего города. Это возможность председателям Совета домов собраться со всеми ресурсно-сообщающими организациями, задать свои вопросы до форума, во время форума, после форума, получить на них ответы, обменяться контактами. Развучало действительно много важных и интересных вопросов, затраивающихся абсолютно для каждого жителя Фимки. Все вопросы, которые прозвучали, обязательно будут все взяты на контроль. Мы дадим обратную связь, проработаем все эти вопросы. Помимо рабочей повестки, объединенный форум включил в себя и праздничную. Глава Химок поздравил с днем рождения и вручил подарки пятерым председателям многоквартирных домов. Для участников форума выступила заслуженный деятель культуры Московской области Вика Цыганова. Александр Сергеев, Дмитрий Печаров, Новости Химки ТВ.